МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите выпуск новостей на телеканале Гродно+. В студии Вероника Бибикова. Сегодня мы расскажем. Новый руководитель области Владимир Караник. Был представлен активу Гродненского региона. Профессия с нуля. Всего за 5 месяцев. И бесплатно можно обучиться новому ремеслу. Какие специальности сейчас востребованы на рынке труда? Включить ближний свет фар. В Беларуси стартует декада безопасности. На своем месте, в том облике, каким должен быть, в Бригитском костеле города Гродно торжественно открыли после восстановления центральный алтарь храма. Кадровое обновление. На пост председателя Гродненского облсполкома назначен Владимир Караник. Ранее на протяжении 7 лет областью руководил Владимир Кравцов. О новом назначении стало известно в субботу, когда Александр Лукашенко посетил Гродно. Кандидатура Владимира Караника была предложена на встрече с депутатами областного совета. Новый председатель облсполкома уроженец Гродно. Здесь он окончил 16-ю школу и получил диплом выпускника медицинского университета. На новую должность Владимир Караник пришел с поста министра здравоохранения. До получения министерского портфеля он работал в РНПЦ онкологии и медицинской радиологии. Также он был главным онкологом Минска. В понедельник стало известно, что теперь обязанности министра здравоохранения исполняет Дмитрий Пеневич, занимавший в ведомстве должность первого заместителя министра. Уже в понедельник новый председатель Гродненского облсполкома был представлен активу региона. За последние годы в Гродненской области реализовано очень много масштабных проектов. Это и дорожная инфраструктура, и у нее есть все шансы стать флагманом нашей энергетики белорусской. Соответственно идет модернизация многих крупных предприятий, а их больше 200. Поэтому на сегодняшний момент главное не потерять темп. Я планирую в ближайшее время выбрать, в ближайшие две недели, 10 наиболее крупных платильщиков налогов в областной республиканский бюджет и объехать их в первую очередь для того, чтобы выяснить, какие перспективы развития и какая нужна помощь для того, чтобы эти перспективы стали более быстрыми и более масштабными. 22 августа в субботу на площади Ленина Гродницы и гости города собрались на митинг в поддержку мира и спокойствия в стране. На площади в этот день собралось много неравнодушных к судьбе государства. Поддержать митинг пришли аграрии, промышленники, строители, представители общественных организаций и сферы культуры Гродничины. Мероприятие посетил и президент Александр Лукашенко. Митинг носил характер открытого микрофона. Все желающие высказаться были услышаны. Мы пообщались с самими гостями митинга и узнали их мнение касательно происходящих событий в стране и того, почему они решили в этот день прийти на площадь Ленина. За нашу Беларусь, за безнасилие в семье, за наш мир, за нашу дружбу. Пускай у нас в Беларуси всегда будет успех, дружба, любовь и взаимопонимание. Мы собрались, чтобы защитить наше будущее, наших детей, нашу мирную, любимую, красивую, достойную страну, нашу Беларусь. Сейчас есть такое модное понятие – лукашисты. Мы не лукашисты, мы находимся все в одной лодке. Мы тоже за перемены, но мы за правильные перемены, мы за свободу, мы за спокойные улицы, которые были раньше. Единомыслие всего народа, который здесь собрался, чтобы сохранить ту Беларусь, тот город Гродно, который мы созидали, который мы строили и который мы очень любим. Гродно, наверное, в сердце у каждого человека, несмотря на взгляды. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Так, по состоянию на 23 августа текущего года на территории Гродненской области зарегистрирована 32 дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали 29 несовершеннолетних, 6 погибли. За аналогичный период прошлого года таких ДТП было 33, в которых травмы получили 38 несовершеннолетних, 2 ребенка погибли. Акция «Внимание, дети!» продлится до 5 сентября. Для водителей, которые проигнорируют это правило дорожного движения и будут передвигаться по дорогам, не обозначив автомобиль ближним светом фар, предусмотрена административная ответственность и штраф. Помимо этого, сотрудники ГАИ проверят состояние дорог, наличие необходимых знаков и разметки вблизи школ. Также в первые недели учебного года около учреждения образования сотрудники ГАИ будут нести службу, контролируя при этом перевозку детей и соблюдение правил парковки около школ и садов. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Обучиться новой профессии можно с нуля и бесплатно. Управление по труду, занятости и социальной защите проводит набор на курсы по специальности повар-кондитер. Обучение всего 5 месяцев и гарантированное первое рабочее место. Более того, сейчас есть 80 вакансий. Поваров не хватает в объектах общественного питания. Более подробно в нашем следующем сюжете. Карине Карасевич всего 20. Она отучилась в колледже на швею, но с первых рабочих дней поняла, что не лежит душа к этой профессии. Изменить деятельность никогда не поздно, подумала девушка и пошла на курсы учиться на повара. 5 месяцев теории и практики, и вот она, повар третьего разряда в детском саду. Приготовить завтрак, обед и ужин на 250 детей задача непростая, но Карина уже привыкла к графику в том числе. Наверное, самое сложное, это, наверное, влиться в коллектив с 6 утра, например, до 2.30, с 7 до 15.30, с 8.30 до 5 вечера. Получить профессиональную подготовку через службу занятости может каждый, причем бесплатно. Занятия проходят в техническом колледже. В прошлом году здесь открылся ресурсный центр по специальности общественное питание. Здесь обучаются на повара-кондитера два зала с современным оборудованием. Многофункциональные плиты, сковороды, шкафы с функцией ночной готовки, охлаждающие столы для приготовления пиццы и многое другое. В одном месте учащиеся всего за пять месяцев могут освоить работу на самом разном оборудовании. Открывая этот ресурсный центр, мы советовались с экспертами, со специалистами. Поэтому здесь у нас перспективное оборудование, которое еще будет актуально несколько лет вперед. Обучаясь на таком оборудовании, наши учащиеся, они более адаптируются к реальному сектору экономики. Они быстрее находят себя именно на рабочих местах и не боятся этого оборудования. Могу сказать, что даже не все единицы такого оборудования есть на всех предприятиях. В будущем учебном году в Гродненском ресурсном центре будут обучаться будущие повара-кондитеры из профильных учреждений образования Витебской области. В прошлом году от центра занятости на обучение было направлено 182 человека, в этом 75. Сейчас идет набор в группу, которая начнет заниматься в сентябре. Сегодня повар – одна из самых востребованных профессий. Есть порядка 80 вакансий. Специалисты нужны во многих заведениях общественного питания, но больше всего нехватку поваров чувствуют в комбинате школьного питания. В период обучения, с первого дня обучения выплачивается стипендия. После окончания выдаются свидетельства государственного образца с присвоением квалификации и третьего разряда. И наши учащиеся могут быть уверены в том, что им гарантировано первое рабочее место. Освоить профессию или повысить квалификацию бесплатно и за короткий промежуток времени в центре занятости предлагают и мамам в декрете, которые до рождения детей нигде не работали. Конечно, потом и они могут рассчитывать на гарантированное трудоустройство. Карина Карасевич сейчас точно понимает, что именно поваром она и хочет быть. Девушка с большим потенциалом и амбициями мечтает готовить изысканные блюда в хорошем ресторане. И ни за что уже не предаст свое желание. Яна Мельниченко, Виталий Рубанов, Новости, Гродно+. На Гродничне проживает существенный процент людей, исповедующих католическую веру, что обусловлено исторически. Очень много костелов, в том числе достаточно древних, расположены по всей области. Среди них одним из самых старых является Бригитский костел, располагающийся в историческом центре Гродно. Он был основан в 1636 году, построен в 1642. И с этого момента началась работа по возведению главного алтаря храма. Долгие годы он украшал костел. На нем изображен один из ключевых моментов Нового Завета – Благовещение. В первозданном виде Бригитский костел дожил до 1950 года, а затем был переоборудован по решению властей в бытовое помещение. В разное время здесь был склад, в помещение костела въезжала техника. Центральный алтарь был разрушен. И только в 1990 году прихожанам удалось с помощью молитвы и настойчивости отстоять храм, который хотели переоборудовать под концертный зал. С этого момента началось восстановление внутреннего убранства костела. Финальным этапом стало возвращение на законное место центрального алтаря, который с торжественной молитвой в минувшее воскресенье открыли для верующих. Центральный алтарь в католическом храме является средоточием главных таинств и самым важным местом костела. На алтаре служится служба ведется, литургия при алтаре. Совершается стая мест у католиков, или меша святая, и где тоже ученик совершает службу. И тоже хранятся на алтаре святые дары в хористике. Поэтому можно сказать, что в алтаре есть такое сердце храма. Это видимое сердце храма. Поэтому для всех прихожан, верующих, которые знают, что алтарь есть в храме, это как бы сердце, сердце храма. И в завершении выпуска информация от нашего партнера. Акция МТС «Оставайтесь в сети». До конца лета абоненты МТС могут бесплатно пользоваться безлимитным интернетом на скорости до 1 мегабита в секунду. Чтобы воспользоваться предложением, нужно использовать USSD-запрос «звездочка 584-решетка». Бесплатная услуга безлимит интернета до 1 мегабита в секунду действует по 31 августа включительно. Подробности на сайте mts.by. На этом выпуск завершен. Еще больше новостей вы найдете на нашем сайте mgrodnoplus.tv.by. А я прощаюсь с вами. Приятного отдыха на Гродно+. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова